Сносит жители края делятся в социальных сетях последствиями штормового ветра. Впервые встретились в суде. Проигравший конкурс барнаульский автоперевозчик просит признать его итоги недействительными. Их почти не отличить от оригиналов. Где в Барнауле можно посмотреть на копии Мане, Ван Гога и Гогена? Вы смотрите Наши новости в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Перевернутая остановка, сорванные светофоры и нулевая видимость на трассах. Жители региона делятся в соцсетях последствиями штормового ветра, который обрушился сегодня на Алтайский край. В Барнауле утром на перекрестке Комсомольского и улицы Профинтерна ветер снес светофор, а днем опрокинул остановку на улице Кулагина. К счастью, никто не пострадал, сообщат очевидцы. А на протяжении всего дня жители барнаульских поселков ганьба и казенная заимка оставались без света и воды. Наладить коммуникации получилось только ближе к вечеру. Пользователи соцсетей также выкладывали фото Азбийской трассы. По их словам, там была нулевая видимость и сильный гололед. В Минстройтрансе сообщили, что из-за метели временно перекрыто движение на дороге между Нижней Каменкой и Старо-Белокурихой в Алтайском районе. Напомним, штурм-прогноз с усилением ветра до 27 метров в секунду был объявлен на всей территории края. Власти региона и спасатели советуют переждать непогоду дома. Продолжим. Цена на дизельное топливо в России за последнюю неделю значительно снизилась. Алтайский край исключением не стал. И дело не только в том, что автомобилисты переходят зимние солярки на более дешевую летнюю. В правительстве страны решили, что накануне посевной снижение цены до уровня октября прошлого года поможет сельхозпроизводителям. Так облегчит ли это решение положение фермеров и принесет ли выгоду кому-то еще? Мы попытались разобраться. С началом сезона Павел Арих сам себя поздравляет уже в поле. У него 40 гектаров, обрабатывает их в одиночку и все нужно успеть. В выходных практически нет. В выходной только тогда у нас, когда дождь, снег, непогода, когда нельзя работать в поле. А сегодня снег? А сегодня удачный день, чтобы боронить. Сухо, ветер. И если пропустить время, то потом вот эти комки, которые будут, они будут неразбиваемые. Фермер выращивает почти 50 тонн картофеля и по 40 свеклы и моркови. Свои затраты купает с трудом. Одна из проблем – цена на дизель. Павлу нужно 4 кубометра. На этот сезон месяц назад закупил по 38 рублей за литр солярку низшего качества. На заправках средняя цена сейчас 45. Поэтому эти минус полтора рубля после решения правительства страны большой роли не сыграют. Для Павла уж точно. В килограмме продукции процентов 10 заложено топливо. Вот, подставьте, от 45 рублей 2 рубля – это что получается? Даже 5 процентов. От 10 еще 5 – это песчинка. В себе стоимости. И это непонятно еще, будет ли это постоянно или это сделают на время, грубо говоря. Упасть цена дизель топлива должна до уровня октября прошлого года – до 44 рублей. При том, что спад стоимости должен быть автоматическим. При переходе с зимнего дизеля она более дешевый летний. Но кривая цена солярки на Алтае с года в год растет. В Российском топливном союзе уверены – новые условия ощутят точно не фермеры. Оно в большей степени, скажем так, помогло логистическим компаниям, транспортным компаниям, тем же перевозчикам, пассажирским перевозчикам для того, чтобы не допустить очередного витка цен на повышение стоимости провоза пассажиров. В Барнауле речи о повышении проезда сейчас действительно не идет. Но, по словам перевозчиков, вовсе не из-за снижения цены на солярку. Разницу эту не увидели, когда от летней переходили на зимнюю. От летней к зимнюю в пределах, наверное, рубля полтора был. 50 копеек зимней на летнюю. Было месяц назад 46 рублей. Сейчас 45, по-моему, 55, да, по-моему. Меньше не становится, пока держится в той же паре. В целом же, по мнению экспертов, снижение цен будет носить временный характер и, возможно, ограничится сроком в три месяца. А вот если бы цена на дизель упала на оптовом рынке, говорят все те же эксперты, эффект могли бы почувствовать многие, причем значительный период времени. Анастасия Дорога, Николай Шелком. Наши новости. Предварительное заседание суда по скандальному делу о конкурсе пассажироперевозчиков прошло в арбитражном суде Барнаула. Проигравший перевозчик компания «Агаз Транс» просит признать итоги конкурса недействительными. Всего в судах сейчас рассматривается пять исков «Агаз» к Дорожному комитету Барнаула и «Транслайну» – новая фирма, которая с конца марта обслуживает маршруты 33, 121 и 77. На предварительном заседании присутствовали все стороны. Почему заседание перенесли, расскажем далее. Должен пройти суд 17 апреля. До 17 апреля нам нужно подождать. В последний день работы Ольгу, как и еще десятки водителей, отправили в отпуск. В день Х в арбитражном суде Барнаула предварительное заседание. Позиции таковы. Истец считает, Дорожный комитет города незаконно допустил победу в конкурсе фирмы «Транслайн». Она и сейчас работает на маршрутах, опередив соперника на сотые баллы. Положение конкурса, говорят, можно трактовать по-разному. Это, кстати, отмечала в своем заключении и прокуратура города. Указывала на нарушение, рекомендовала отменить результаты конкурса и антимонопольная служба. Но фирма «Транслайн» все же победила с заимствованными у других перевозчиков, в том числе бийских, автобусами. На вопрос «А так можно?» Представитель Дорожного комитета Барнаула в суде отвечает, что не мог быть в курсе, где находятся автобусы Наукограда. А юрист, победившего «Транслайна»… Данный вопрос за пределами моей компетенции, я на него отвечать не буду. Какие автобусы сейчас ездят в Барнауле? В соцсетях делятся пассажиры. Вот на ходу у победившего 77-го отваливается колесо, а вот пассажир пробует расплатиться картой. А ведь за наличие системы для безналичной оплаты проезда «Транслайну» присудили 10 баллов. Всего в судах Барнаула сейчас рассматривается 5 исков на эту скандальную тему. «Получайте, пожалуйста, почту покажите, пожалуйста, когда доказательства нападут». «Сейчас покажем». 17 апреля заседание перенесли. Оказалось, что юристы «Транслайна» не успели ознакомиться с материалами дела. Первый документ был получен 27 февраля. Уточненное исковое заявление было получено 9 марта. Получено оба директором Танковым. Тем не менее, представитель заявил, что они ничего не получали. Мне надо ознакомиться с подписью, не совсем понятно. И на сегодняшний день мы не оспариваем, поскольку представлены доказательства, что исковое заявление должно было быть получено. Что касается документов, доказательств... Какие конкретно документы вы не получили? Все документы, которые приложены к исковому заявлению, там большой перечень. Задача «Транслайна» — всячески затягивать данное дело. Мы понимаем их тактику защиты. И вот по таким надуманным основаниям, что они как будто бы ничего не получали, но хорошо нам не составит труда направить им еще раз. Следующее заседание состоится 28 мая. Отпуск у Ольги, как и у большинства оставшихся без работы водителей, к тому времени точно закончится. Евгения Даровская, Александр Антропов, Николай Шилко. Наши новости. Правоохранители заинтересовались барнаульским хулиганом, который обстреливает автобусы 58 маршрута. Перевозчик уверен, это дело рук конкурентов. В ситуации, когда компании не могут поделить маршрут, под прицелом оказываются простые пассажиры, которые рискуют не доехать до нужной остановки. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. Это все стекла, все высыпалось в салон на пассажиров, на детей. Под огонь 58 маршрут попадает несколько недель подряд. В разных районах города неизвестно обстреливают автобусы. Водители уже боятся выходить на рейс. Ругаются, говорят, день не задался, что человек не заработал в этот день. Все, машина съехала с линии, соответственно, и семья у него пострадала. Раньше компания осуществляла перевозки только в Завьялово, Тюменцево и Калманку. В Барнауле перевозчик не работал. В конце прошлого года администрация объявила тендер на автобусный маршрут. По словам Ивана Соколова, его организация выполнила все условия конкурса. В машинах установили кондиционеры, видеорегистраторы обновили автопарк. На сегодняшний день понимаем, что нас обстреливают из-за того, что мы выиграли конкурс. Они почему-то считают, что конкурс был недействительный или неправильный. Но администрация посчитала все законно, все баллы мы заслужили легально, и мы вышли на этот рынок легально. Эксперты говорят, стреляли из пневматики. Даже такое оружие несет серьезную угрозу здоровью и жизни пассажиров. А перевозчик уже подсчитал свои убытки. Порядка 50 тысяч рублей ушло на восстановление стекол. И он уверен, что это еще не последний обстрел. Разобраться с барнаульскими гангстерами предстоит правоохранителям. Они уже начали проверку. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Без вмешательства прокуратуры депутаты Бийской гордомы лишились двух депутатов. Юрий Кудинов и Алексей Круглов сегодня на очередной сессии добровольно сложили свои мандаты. Отказаться от полномочий депутаты решили не просто так. Они были в числе тех, кто допустил недочеты при подаче декларации о доходах. В рядах Единой России Круглов и Кудинов останутся. Они продолжат заниматься общественной деятельностью, сообщил секретарь местного отделения партии. Продолжим. Сегодня Международный день защиты памятников и исторических мест. Для Барнаула вопрос сохранности памятников сейчас как никогда актуален. Продолжается скандал со сносом усадьбы купца Михайлова. По-прежнему неизвестна судьба сереброплавильного завода. Между тем, краеведы говорят, в краевой столице есть много зданий, достойных того, чтобы они были сохранены. Илья Кочетков прогулялся по улицам города в поисках таких строений. Это скромность здания почти не отличается от других одноэтажных строений перекрестка Анатолия Челюскинцев. Но если присмотреться, то некоторые детали фундамента и крыши ясно говорят, здание старинное, непростое. Но его главная ценность в том, что это памятное место. Историк и краевед Данил Дегтярев говорит, в конце 19 века здесь располагалась вторая, первая была на горе, Народная школа в Барнауле, созданная по инициативе известного просветителя Штильке. Именно в этих школах впервые в истории города стали массово обучать детей, во-первых, абсолютно бесплатно, а во-вторых, массово обучать совместно детей обоего пола, то есть мальчиков и девочек. Можно сказать, что привычная нам система образования, с которой мы все с детства знакомы, она в нашем городе началась именно с этих школ. Более того, это редкий случай, когда здание с почти 130-летней историей сохранилось в первозданном виде. Как и это строение, каменное, начало 20 века, расположенное на улице Интернациональной. Сегодня это жилой частный дом, который на фоне окружающих построек выглядит как дворец. Мы знаем барнаульский сереброплавильный, кожевенный, дрожжевой заводы. Но между тем, историки говорят, в начале 20 века значительную часть барнаульской экономики составляли небольшие мастерские, одна из которых располагалась в здании за моей спиной. Здесь была кузница и слесарная мастерская, причем свое назначение здание не меняло долгие годы. Сегодня, уверен историк Дегтярев, одно это здание может многое рассказать об истории целого периода жизни города и даже страны. О многом способны поведать и эти деревянные дома на Пролетарской. Они яркий пример доходных домов начала прошлого века, составляли в свое время значительную часть центра Барнаула. Увы, в 2006 году их, наряду с печально известной усадьбой Михайлова и еще несколькими домами, исключили из списка памятников. Наверное, поэтому они были внесены в список объектов культурного наследия в 90-е годы. Но в 2006 году оба этих дома были исключены из реестра. Дегтярев рассказывает, в том году перестали быть памятниками сразу семь домов. Краевед уверен, можно и нужно вернуть эти здания под охрану закона. Многие говорят, конечно, не все исторические строения Барнаула являются шедеврами архитектуры. Но учитывая, что таких памятных построек в городе осталось совсем немного, каждая из них имеет право на дальнейшую долгую жизнь. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. От памятников истории плавно переходим к шедеврам классиков импрессионизма. В Краевом художественном музее впервые выставляют их работы. Представлено 50 репродукций картин. В музее говорят, что их почти не отличить от оригиналов. Так ли это выясняла Дарья Эйдемиллер. Клод Мане, Дгар Дега, Пьера Гюстренуар, Ван Гог, Поль Гоген. Имена этих художников известны каждому. Но увидеть оригиналы их кисти возможность есть лишь у немногих. А вот 50 копий самых известных работ этого направления доступны сейчас всем жителям Барнаула. Цифровые художественные репродукции сделаны в технике Жакле. Изображение напечатано на холсте. Когда мы смотрим на работу Мане «Впечатление. Восход солнца», мы слышим шелест волн. Мы практически чувствуем, как плывет эта лодочка утром с рыбаками. Видим, это красный восход солнца. Мы проникаем в эту работу. В этом и заключается суть импрессионизма. Изображением передавать впечатление от обстановки, атмосферу. Это одна из причин, почему картины этого направления высоко ценятся и дорого стоят. Выставка показала, что интерес к этому течению, интерес к импрессионизму, он у нас в городе есть. Здесь очень много знатоков импрессионистов есть, кто любит эти вещи. Импрессионисты вообще сами по себе интересны. То есть цвет, вид. Тем более такая выставка. Мне нравится, что передана фактура, материалы. Такое ощущение, что носки, что все это натурально. Выставка Клод Маневи «Компрессионизма» проходит в художественном музее. Она продлится месяц. Экспозиция приехала к нам из Новокузнецка, объехав до этого пол-России. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. Наши новости. В нашем следующем сюжете речь пойдет, может быть, не о шедеврах, но о раритетах точно. В Барнауле мы нашли экспонат, с которого началась музыкальная история Барнаульского радиозавода. Как он выглядит и почему сотрудники музея так им дорожат. В день радиолюбителя расскажет Ирина Корчагина. Полированный корпус, бархатный звук. Ламповый Алтай – настоящий роскошь в семье конца 40-х годов. По своей начинке он копирует танковые радиоприемники, которые также собирали на Барнаульском радиозаводе в военные годы. Когда лозунг «Все для победы, все для фронта» стал уже неактуальным, Барнаульский радиозавод впервые выпустил что-то, кроме танковых приемников. Знаменитый Алтай. Наконец-то настало время, чтобы жить, слушать музыку и танцевать. Алтай получил широкие спросы покупателей. В 1946 году был продан первый радиоприемник. Но уже в 1947-м производство Алтая прекратилось. Радиоприемники начали массово выпускать в Берске. В музее говорят, что с тех пор не осталось даже схем приемника. Никто не знает имя его создателя. Но Алтай до сих пор звучит и волнует любителей лампового звука. Звук более мягкий. Естественно, там нет, скажем, высоких частот, низких частот. Но он действительно, как вы и сказали, он бахотный. Он приятный на слух. Не раздражает. Школьники на экскурсии не такие искушенные меломаны, но даже их ретро-приемники не оставляют равнодушными. Вызывает чувство, что эта вещь старше меня, и я ее уже не застал. Ее слушали мои прадеды, деды, бабушки. И сейчас я могу все послушать в интернете, либо на телефоне. А вот это раритет. В музее говорят, что сегодня известно только о четырех сохранившихся радиоприемниках Алтай. Но чем реже они встречаются, тем ценнее экспонат. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Ну а сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Банк Восточный. Чтобы дачу сделать сказкой, оформите карту Банка Восточный. 0% на 90 дней. Приходите 17 и 18 апреля в Банк Восточный. Завтра в край немного потеплеет. Плюс 2 в Белокурихе, до 3 в Тепловбийске и Заринске. Плюс 5 в Брубцовске. В Барнауле ясно, ветер юго-восточный слабый. В ночное время до минус 5. Напоминаю, телефон редакции 722 440. А у меня на этом все новости. До встречи.